Музыка После шестимесячного нервного напряжения и смятения, какого вена уже давно не переживала, она наконец успокоилась и все снова вошло в свою колею. Жизнерадостные и веселые венцы не могут долго находиться в напряженном состоянии духа. Сегодня у нас на дворе 9 апреля 1909 года. И мы читаем еще одну самарскую газету «Волжское слово». Музыка Начихав на день и век, несмотря на давку, шел угрюмый человек в кабачок, Франц Кавка. Музыка Поглядел на небо и, почесав затылок, было то или не было, тотчас позабыл он. Музыка Сдвинув шапку на бочок, шел ему навстречу в тот же самый кабачок бравый человечек. Музыка Что-то пел себе под нос в предвкушении каши и считал хвосты стрекоз сумасбродный гашек. Но пока неунывающие австрийцы снова смеются и радуются жизни, мы с вами поговорим о том, как и чем жила наша родная Самара 110 лет тому назад. А для этого обратимся к газете, издававшейся в начале 20 века вот здесь, в доме Подбельского на Саратовской улице. Например, 27 апреля Самарцев ждала публичная лекция Владимира Федоровича Чижа на тему «Мораль Ницша». Лекцию можно было послушать недалеко отсюда, в цирке «Олимп». А вот билеты на нее нужно было получить заблаговременно в книжном магазине «Волжанин» на Дворянской улице. Или в день самой лекции в цирке «Олимп» с 11 часов дня. Самарское отделение Санкт-Петербургского литературного общества приглашало желающих принять участие в сборнике. Для этого господа авторы могли направить свои сочинения по адресу председателя отделения Слободчикова, проживавшего на Дворянской улице в доме номер 29. Сочинения просили подписать псевдонимами, а вот настоящую фамилию и адрес нужно было приложить в запечатанном конверте. Открыть же этот конверт предполагалось только после одобрения сочинения общим собранием. Ну а если ни мораль Ницше, ни лавры сочинителя вас не привлекали, то самое время было подумать о летнем отдыхе и заняться выбором курорта. Российское общество туристов доводило до сведения всех заинтересованных лиц, что открытое при этом обществе справочное бюро предоставляло самую разную информацию о курортах как в России, так и за границей. Стоимость услуг справочного бюро составляла 2 рубля. И не забудьте приложить 3 7-копеечные марки для высылки ответов. Кстати, управление Сергиевских минеральных вод доводило до сведения членов общества туристов, что им предоставлялись льготные вакансии на лечение. Желающие воспользоваться таковым благоволили обратиться за подробностями к представителю общества по Самарской губернии господину Троицкому. Дачно-кумысная колония Барбашина-Поляна объявляет об открытии с 10 мая нового сезона. Колония находится на берегу Волги, в 10 верстах от Самары, откуда открывается чудный вид на Волгу и на Жигулевские горы. Сдаются комнаты на месяц и посуточно, а также отдельные дачи. В колонии имеется собственный превосходный кумыс, первоклассный ресторан, купальня и лодки. Кумысникам представляется наблюдение доктора. Почта доставляется каждый день, сообщения с Самарой, дачными, пароходами и экипажами. Имеется также телефон для сообщений с городом. Чахоточные больные ни в коем случае не принимаются. Отдельные комнаты стоят от 15 до 50 рублей в месяц. Дачи от 100 рублей за сезон. Ну а пока дачный сезон еще впереди, мы с вами вернемся в Самару и поговорим о прекрасном. 2, 4 и 5 апреля на сцене Народного дома можно было увидеть пьесы сразу трех драматургов. Гоголя, Островского и Ипсона. Прочтет вот так проезжий афиши, писала ворское слово, и проникнется невольным уважением к нашей чумазой красавице. Какая там некультурность, скажет он, когда в Самаре даже любители не Мясницкого, а Ипсона играют. Так-то оно так, писала волжское слово. По афишам действительно так и выходит. А вот вблизи, впрочем, гоголевская женитьба сошла и впрямь хорошо. А по любительским меркам просто незаурядно. Были, конечно, и дефекты. Многие плоховато знали свои роли и не могли отрешиться от собственных манер и интонаций. Но един Бог без греха. А любителям Бог и вовсе не велел оставаться без сценических прегрешений. Во всяком случае, никто из посетителей не сомневался, что 4 апреля на сцене Народного дома и в самом деле была гоголевская женитьба. Зато 2 апреля на Пучине Островского приходилось то и дело спрашивать себя, да полно, Островский ли это, не подделка ли это какая-нибудь. Чтобы так сковеркать лучшие места пьесы, надо было еще постараться. Это была какая-то олеповатая копия с Островского, проба учеников 2 класса. Но пучины это что? В пучине еще все-таки играли, а некоторые были так просто недурны. А вот зато на представлении привидений Ипсена хотелось воскликнуть, не верьте, это не Ипсен. Это какая-то запоздалая первоапрельская шутка. Что-то невероятное и стоящее ниже всякой критики. Жалкая пародия на Ипсена. А вот на сцене городского театра 7 апреля была поставлена оперета Валентинова «В волнах страстей». На самом деле спектакль представлял собой веселый, хорошо изготовленный винегрет из знаменитых мелодий «Верди», «Безе», «Гуно» и «Глинки». Содержания не было никакого, но все артисты в ударе то и дело вызывали хохот в публике. Театр был полон, обыватель смеялся, а артисты изо всех сил голосами и игрой разрисовывали бессодержательные музыкальные шаржи. Бедные, гениальные старики-композиторы. Бедные мы, аплодирующие святотатству. Бедное, жалкое время Валентиновых. А мы, меж тем, от разговоров о высоком и прекрасном перейдем к происшествиям, о которых писало «Волжское слово» в номере от 9 апреля 1909 года. Происшествий же хватало на любой вкус, цвет и запах. Вот, например, на Воскресенском базаре, который находился когда-то на месте вот этой самой Самарской площади, из лавки крестьянина Морозова, неизвестный, взломав окно, похитил разных вещей на сумму 35 рублей. А совсем неподалеку отсюда, на Самарской улице, из квартиры, арендуемой крестьянином Кондаревым, неизвестный, подобрав ключ к замку, унес серебряные часы, ценой в 20 рублей. И, наконец, последнее происшествие, о котором рассказала своим читателям «Волжское слово» в номере от 9 апреля 1909 года. Вечером 5 числа крестьянин Копаев возвращался к себе на квартиру, находившуюся на углу Соборной и Торговой улиц. Но совсем недалеко от дома он был остановлен неизвестным, который нанес ему рваную рану в лопатку правого плеча и, ничего не взяв, у раненого скрылся. Не только о самарских происшествиях писало «Волжское слово», но и о происшествиях в других городах и землях, близких и далеких. В Петербурге продолжала разгуливать холера. В Ставрополье-Кавказском 5 апреля в час дня ощущалось легкое колебание почвы, продолжавшееся 6 секунд. В Швессельбурге сошел с рельс поезд, вышедший из Петербурга. Два вагона третьего класса упали, а пассажиры получили небольшие ушибы. В Новочеркасске была арестована шайка грабителей, в числе которых был исцельный каторжник, замешанный в нескольких убийствах. При аресте один злоумышленник был убит и один ранен. В Чемкенте киргизы убили сарта, заведующего растительными каналами, и скрыли его труп. Убийство было раскрыто после того, как был найден окровавленный головной убор убитого и орудие, которым оно было совершено. В Тифлисе был убит крупный виноторговец и помещик Мамулов. После всех этих страстей самое время полечиться и перекусить. На всякий случай не забудьте, что химико-бактериологическая лаборатория доктора Грана продолжает беспрерывно функционировать вот в этом доме на Николаевской, 93, заведует лабораторией доктор Аккер. А вот на Москательной улице между Троицкой и Соборной в доме Лебежинского работает лечебница болезней зубов и полости рта доктора Белоцерковского. Операции производятся под общим наркозом. Зубы удаляются безболезненно. Плата взимается по такси. Искусственные зубы по цене от 1 рубля 50 копеек и выше. Для тех же, у кого с зубами был полный порядок, полезно было бы знать, что в магазине Шорина на Троицкой улице в доме Чуковского совсем недавно получены свежие сельди лучшего и нежнейшего засова по цене от 30 копеек до полутора рублей за 10 штук. Таким образом, читатели волжского слова могли выбрать между одним искусственным зубом и десятью нежнейшими сельдями. Читая самарские газеты вековой давности, постоянно ловишь себя на мысли. А что, если бы, завернув вот за тот угол, мы встретили бы там доктора Грана или владельца магазина Шорина? Поняли бы мы с ними друг друга? Или прошли бы мимо, как будто бы инопланетяне, каждый из которых движется по своей собственной траектории? И между этими траекториями нет и не может быть никаких точек пересечения. Им бы встретиться, но нет, не случилось встречи. Траектория планет гибче человечки. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова